Итак, дорогие друзья, дорогая моя YouTube-аудитория, которая чуть-чуть потихонечку начинает набираться. Всем привет, я рад вас видеть. Это, соответственно, ответы на вопросы. Этот ролик уже будет только непосредственно в YouTube, в Instagram я уже выкладывать не буду. Видимо, уже у меня YouTube и Instagram будут жить разными жизнями, но это и хорошо. Итак, конечно же, я всегда буду отвечать на вопросы, которые мне задают в комментариях, потому что я прекрасно понимаю, что аудиторию надолго покидать нельзя. К сожалению, не мог ответить раньше, потому что я готовил запуск своего авторского курса «Волшебная таблетка» по изучению теории музыкальных элементов. То есть, ну, иными словами, нотки, ключи, интервалы и все, из чего состоит, в общем-то, музыка, читать ноты и все такое прочее. Вот, и можно меня поздравить, курс успешно запустился. Сейчас люди, в общем-то, проходят уже, сколько сегодня, третья лекция у нас будет. Вот, идем достаточно быстро. Ну, собственно, этот курс, он ориентирован на, собственно, максимальное, обезвоженное, скажем, изучение материала. Вот, так что курс идет, у меня уже к нему какая-то подготовка есть, так что можно и другим вещам уделить внимание. Вот, конечно же, я всегда буду отвечать на вопросы, вот, ну, насколько я смогу. Вот, опять же, всегда говорю, если вам нравится, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, что там еще, включайте колокольчик и смотрите мои музыкальные треки, приобретайте мои музыкальные композиции, да, когда они выйдут. Они все-таки когда-нибудь выйдут, они уже, планов у меня в голове громадьем. Вот, если понравилось, перечисляйте мне донат в виде благодарности на карту, которая указана всегда под видео. Итак, поехали. Собственно, ответы на вопросы. Значит, нас спрашивают, значит, на что сейчас живут музыканты? Ну, на самом деле, музыканты, сейчас надо признать, что удавка, сформированная, в общем-то, властями на местах, вот, вокруг эвент-бизнеса, вокруг медиа-бизнеса, она постепенно ослабевает. И мы, конечно, очень счастливы все, вот, в разной степени, вот, и здесь уже зависит непосредственно случай, у кого там было больше, там, связи, знакомств, активности, тот сразу выливается. У кого-то, в общем-то, просадка идет до сих пор. Вот, значит, по поводу того, что именно живут музыканты, хочу напомнить, что этот рынок, там далеко не только музыканты, там все и артисты, там весь обслуживающий, допустим, персонал театров, ресторанов и всего такого, прокатных компаний тоже. Например, есть у меня, там, ну, не мои лично, знакомые знакомых, там, прокатчики, артисты, которые шли реально в Яндекс.Еду, в доставку, вот, и им кто-то пошел в строительную фирму, почему-то стройки не закрывались, да, несмотря на что. Ну, они закрылись так вежливо на две недели, и потом открылись. Вот, поэтому, каждый выживает как может. Я, честно, хочу сказать, что я выжил благодаря своим родителям. Спасибо вам огромное до сих пор. Вот, и, собственно, если бы не они, то, если бы я действительно был как-то вот брошен прям совсем один, без них, я не знаю, ну, там, не знаю, можно. Но это видео я бы, скорее всего, уже точно не делал. Вот, поэтому это какой-то совершенно, не устану об этом говорить, что это какой-то совершенно безответственный и в высшей мере неоправданный шаг, который ни в коем случае, как говорится, нельзя забывать. Вот, его нужно расследовать вообще на сцену, тем более, что мы получаем, все-таки получаем данные, да, по этой якобы эпидемиологической ситуации, которая еще так и не дошла до эпидемии. Она шла, шла, шла и не дошла. И в эпидемию она, а тем более в пандемию, которая на самом деле по определению считается несколько эпидемий, да, значит, она так и не дошла. Вот, и по смертности мы тоже уже получаем официальные данные, которые, в общем-то, на уровне чуть меньше, там, обычной эпидемии гриппа. И то, на самом деле, хочу сказать, что каждый раз это надо расследовать, потому что, от чего умер человек, от именно ковида или от сопутствующих заболеваний. От именно ковида или от лечения. Не поверите, но у меня есть пара человек, которые, к сожалению, мне о них известно. Это, ну, действительно, знакомые знакомых, то есть, это не, там, какие-то лица в интернете, которые умерли от лечения. Вот, лечение в стационарах, оно такое достаточно, я бы сказал, кардинальное. Вот, и не всегда, на мой взгляд, все-таки не всегда это оправдано, вот, и, там, во всяком случае, у людей поднимается сахар. Если интересно, обязательно расскажу. Вот, но просто, не знаю, поверьте, что это так. Если надо, я вас посвящу в детали. То есть, как минимум, два человека, их именно, вот, как говорится, они умерли от лечения. То есть, выжили бы ли они, если бы к ним не применялось это лечение, вопрос открытый до сих пор. Вот, потом это известно факт про вот этого бою Александрова, про которого записано, да, что он умер от ковида. Вот, а то, что он, значит, по-моему, пять или больше лет до этого боролся с раком, и, как вы понимаете, там, не всегда это борьба успешна, это, как бы, в этом случае никто не упоминает. И таких, таких примеров есть, 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 есть. Вот, это все к вопросу о необходимости закрытия, о необходимости перекрытия кислорода вот малому бизнесу, среднему бизнесу, фрилансерам, которых, в принципе, действительно становится больше, то есть, люди уходят в такую форму самоорганизации, но это совершенно не значит, что им нужно при возможности как-то вставлять палки в колеса. Вот, то есть, сейчас музыканты оживают, вот, и я надеюсь, что это будет, как говорится, серьезным уроком нам всем. Вот, потому что, как бы, если власть начинает делать совершенно непонятные и неоправданные действия, то возникает вопрос о ее, вообще, компетентности, во-первых, и ее необходимости, в принципе, как таковой. Во-вторых, вот. Значит, поехали дальше. Где искать вдохновение? Значит, для каждого человека это всегда личная такая, очень глубоко личная история. Вот, но для этого хочу все время сказать, что какие-то уже известные, скажем, приемы для кого-то, там, для меня они работают, для моих знакомых они работают. Во-первых, это близость к природе. Природы у нас, природу у нас сейчас нещадно вырубают, вот, одна наша Сибирь, что стоит. У нас, например, в Москве этот, благодаря, из-за якобы дублера вырубили просто какой-то, я не знаю, там, парк, который ветераны сажали. Вот, но эту природу ее надо искать, к ней надо приходить, к ней надо возвращаться. Вот, потому что мы все дети природы, как бы мы не искусственные организмы, мы все вышли из природы. И это никогда не надо забывать, и, соответственно, к ней нужно относиться соответствующе. Вот, и просто попробуйте на себе, что это всегда является неким толчком к, толчком, в общем-то, к каким-то новым идеям, к какой-то новой мысли, ну, вообще к какой-то новой деятельности. Это, ну, скажем, это всегда полезно, это прям такая стопроцентная польза, идите в природу, не ошибетесь. Вот, потом, соответственно, это посещение как раз хороших, скажем, там, там, как это сейчас там делается, да, прилагательные не на ту сферу, там, хороших, скажем, красивых, вкусных мест, но обязательно в хорошей компании. То есть, если прям вы совсем не любите общаться с людьми, как я, например, да, я, там, людей не очень люблю, как выяснилось, как вид, вот, но, тем не менее, я как-то с ними уживаюсь, вот, не конфликтую даже. Вот, и, то есть, мне, например, может понравиться просто само место, музыка, которая там играет, музыку понятно, да, что я стопроцентно сразу анализирую. Обязательно дизайн, как вот все это сочетание, обязательно, конечно, кухня, вот, то есть, нужны какие-то хорошие эмоции. То есть, если природа, это тоже хорошие эмоции, но это еще такой факт успокоения и, как бы, немножко, как бы, успокоения своего мозга и такого релаксации, такого отдыха, то вот это, это действительно могут быть такие хорошие положительные эмоции, вот. И третье, это совершенно четко, что прослушивание каких-то уже художественных произведений, потому что во многих они могут, вот, действительно вдохновить на что-нибудь, например, там, вдохновить заниматься на инструменте. Или вдохновить, вот я, как, например, там, меня, например, там, на написание новой композиции. Вот я хочу так же. И, кстати, хочу вам обратить внимание, что, в основном, человек, когда он берется делать так же, так же он нифига не делает. Он все равно делает по-своему. Но вот этот вот импульс, импульс, что вот тут так же, это, наверное, самое неважное из слов. То есть, вот здесь главное я, в этой фразе я хочу сделать так же, здесь главные слова я хочу сделать. Вот, и это самое главное. Если вас это побуждает к какому-то действию, это надо обязательно делать. Вот, собственно, такие три простые совета. Надо пробовать, пробовать обязательно. Может, отписывайтесь, мне интересно, в комментариях опишите ваши впечатления, это очень интересно. Можно ли быстро научиться играть на фортепиано, как это сделать? Здесь ответ очень простой. Я всегда об этом говорю, что это как в фитнесе, чтобы это было людям действительно понятно. Потому что технологии одни и те же. Принцип работы один и тот же. Да, здесь мы немножко, мы формируем не просто наши мышцы, мы формируем эти самые нейронные, как это сказать, нейронные связки или там новые нейронные записи. Но, в общем-то, формируются они примерно так же. То есть, это как в фитнесе. Если нужно прям очень-очень быстро, то, соответственно, как минимум, наверное, три раза или даже четыре раза в неделю под руководством опытного инструктора, да, или опытного педагога в данном случае. Вот, в таком случае можно прям как-то сделать какую-то спринтерскую, да, спринтерскую дистанцию. Это будет похоже вот на такой спринтерский забег. Вот, в целом, на самом деле, занятие как упражнение на инструменте, так и, собственно, фитнес, это такая большая марафонская дистанция. Просто это как, если это становится как частью образа жизни, то тогда, в общем-то, есть какие-то результаты. Вот. Но, в целом, это как мне сейчас там, допустим, быстро получить стройный подтянутый живот. Вот это хороший пример. Посмотрите на мои фотографии полный рост. Они сейчас немного не соответствуют даже моим представлениям о прекрасном, вот. Но это так сложилось. Этот карантин был для меня достаточно тяжелым. Честно, у меня там были очень много на меня свалилось. Если будет интересно, напишите, я расскажу. Но вот это вот прям вот год. Ну, даже вот сейчас, да, это последствия у меня вот как бы сломана рука. Вот она сживает. Я надеюсь, все будет хорошо. Но это вот как такая, я не знаю, финальная точка. Я надеюсь, что это точка, да. Вот. То есть, там понятно, да, что там тоже были свои сложности. Вот. Поэтому за фигурой я, конечно, немножко не следил. Вот. То есть, это все в ассоциации, как быстро это сделать. Вот. Я просто показываю примерно тот же уровень сложности. Уровень сложности, который надо либо быстро решать, либо, ну, как в марафонской дистанции постепенно. Вот. Онлайн занятия, мифы реальность. Сейчас это реальность. И все, все очень легко, все очень просто. Вот. Другое дело, что я провел несколько онлайн занятий. И там такая фишка, что надо просто говорить медленнее. Потому что все-таки любое, скажем, там, 4G, 5G, 6G, это всегда все делится, да, но на несовершенство аппаратуры, на несовершенство программного обеспечения. Вот. И всегда есть вот эти вопросы, что приходится говорить медленнее, как для немного умственно отсталого человека в развитии. Потому что, чтобы связь точно передавала все мои слова, и чтобы они дошли. Вот. Потому что, ну, иногда она рвется, иногда что-то непонятно. Вот. Поэтому, в принципе, все нормально, просто процесс идет, я бы сказал, немного медленнее. Вот. Но, на самом деле, если это учитывать, то есть, говорить немножко медленнее, говорить, вот, посмотри. И, вот, немножко нет диалога, то есть, диалог такой, как, не как в жизни получается, а такой, как, как по сценарию. Та-та-та-та-та-та. Или, как бы сказать, как по рации. Вот это вот я сказал, прием, допустим, там, или какие у тебя вопросы, да, и человек там что-то говорит. Понятно. Вот, смотри, траля-ля-ля-ля. То есть, это вот такое вот получается сообщение. Но, на самом деле, то есть, это реально просто, ну, есть некоторые свои ограничения. Вот. И, соответственно, там мои знакомые вокалисты преподают в онлайне вообще. Преподают сейчас, это прям целая индустрия пошла, и очень интересно. Вот. Так что, вот некоторые ответы. Еще у меня был один интересный вопрос. Я как раз хочу на него ответить. Расскажите о вашем отношении к идее весу. Вот. Такой в пику я бы сказал вопрос. Но, на самом деле, очень интересный. То есть, я от этого, как бы, этой информации я не скрываю, да, и я ее, как бы, не замалчиваю. К еде у меня отношение очень хорошее, но вместе с тем сложное и противоречивое. То есть, конечно, я через еду получаю, как бы, вот множество удовольствий. Вот. И мне, я сам это понимаю, что нужно учиться получать вот какую-то радость жизни и через какие-то другие каналы, да, например, там, через созерцание, через взгляд, через дыхание. Это я все знаю. Но пока что, и пока что на еде сконцентрировано достаточно много. То есть, для меня, как бы сказать, еда это больше, чем еда. Вот. Как бы, я сам ее наделяю какими-то там дополнительными смыслами, дополнительными свойствами для меня. Она является, там, как бы, тонизирующим каким-то, ну, там, без еды я много не проживу. Вот. И это все понятно. С этого, как, действительно, я еду сейчас, надо признаться, блин, все, я должен признаться. Я еду часто рассматриваю как наркотик. Вот такое, соответственно, такая зависимость. Ну, это не зависимость, но это, как бы, да, при случае я бы с удовольствием. Вот. То есть, сидеть, например, там, на одной гречке даже, там, 4 дня, сейчас для меня это сложновато. Вот. Вот. И я все это понимаю. Я пытаюсь, так как все-таки это диктуется моим организмом и его привычками, его стереотипами, то я пытаюсь сейчас как-то, во-первых, это осознать, что это так, да. Вот я говорил, что я сейчас действую через осознание. Мне очень помогает. Попробуйте, если еще не начали. Вот такая вещь. Вот. Значит, пытаюсь осознать, что это, пытаюсь как-то договориться, пытаюсь, там, просто хотя бы уменьшать порции. Ну, как-то уменьшать, там, как говорится, калорийность, смотреть, что еще можно. То есть, ну, это такая, опять же, постепенно, как я говорю, вот, марафонская, это вот туда же такая же марафонская работа. Я понимаю, что эта работа, там, не на один месяц. Вот. Вес. Я понимаю, что он сейчас немножко непропорционален. Я выгляжу, скажем, немножко непропорционально. Вот. Но, на самом деле, я, ну, я не знаю, я, если честно, я из-за этого не переживаю. То есть, я как-то себя одеваю брюки, ремень, вот, сверху пиджак. И оно все, в принципе, так, в рамках. То есть, оно как бы не выдается. Вот. Я понимаю, что, конечно, для сцены, для большей сцены, там, на которой я сейчас нахожусь, мне нужно привести в порядок фигуру. Ну, да, я знаю, что это надо сделать. Вот. Так что, друзья, вот я ответил на все вопросы. Пожалуйста, задавайте новые. Вы, вот, реагируйте на эту запись. Мне всегда это очень интересно. Вот. Соответственно, если вам интересно пройти очень быстро курс по элементарной теории, соответственно, научиться читать ноты, то есть, прям открыть и понять, что это такое, что это к чему. Вот. Разбираться, собственно, из чего состоит музыка, из всех элементов, тогда напишите мне тоже в комментариях. Оставьте какой-то контакт. Я с вами свяжусь, расскажу, соответственно, что к чему. Вот. И по поводу, наверное, моего блога. Потому что, когда я, в принципе, рассказал вам, такое вот было большое 45-минутное видео, надеюсь, его кто-то все-таки посмотрел до конца. Это было для меня, на самом деле, большим итогом моих каких-то поисков в этой сфере. Вот. И я, как бы это сказать, я хочу сказать, что я, наверное, на этом закончил свой труд, свой поиск. Я в чем-то разобрался. Я понял, что работает, что нет. Вот. На самом деле, вот эти все митинги, я, если честно, я даже не против. Ну, как бы люди выходят, выходят. Это их право, это их выбор. Вот. Я просто к тому, что это не сильно работает. И, собственно, вот сейчас, когда уже люди вот вышли, один раз, второй. Вот. Я хочу показать, что, ну, типа, ну и чего. То есть, давайте рассуждать трезво, называть вещи своими именами, без эмоций, без там каких-то, а вот, там, разрываний, да, рубашки на груди. Давайте трезво. Ну, соответственно, вот уже было два выхода. И чем? Вот. Нам, как бы, шашечки или ехать, да? Нам митинги или результаты. Или, собственно, улучшение нашей гражданской жизни. Собственно, мы, как всегда, не устану это повторять, как мы, это заказчики, которые платят, в общем-то, за весь этот цирк в правительстве, в руководстве. Мы всегда это оплачиваем своими налогами. Налогами с полезных ископаемых, которые, по идее, принадлежат нам. И все такое прочее. Вот, поэтому, если нам нужны результаты, то нужно, мне кажется, точно так же логично думать, как это делать, какие есть варианты. Вот. И следующее свое видео, и сейчас я все-таки марафон проведу. Вот. И следующее, вот то большое 45-минутное, наверное, было на тему, кто виноват. Вот, а вот сейчас уже следующее видео, наверное, на следующей неделе, ну, может, чуть попозже, ребята, извините, если что, заранее будет на тему, что делать. Вот. И свой взгляд на тему, что делать в сложившейся ситуации, вот в этой, действительно, с учетом всех этих факторов, я постараюсь изложить. Кому интересно, соответственно, подписывайтесь, нажимайтесь на колокольчик, чтобы ничего от меня не пропустить. Вот. Всем желаю осознанности, терпения и понимания того, что, какие действия приведут вас к вам же необходимым результатам. Вот. Все, пока.